Из этого видео вы узнаете, что такое лонг и шорт на бирже, а именно, какие риски и особенности имеют длинные и короткие позиции в трейдинге и инвестициях. Итак, начинаем! Что такое лонг и шорт, или другими словами, длинная и короткая позиции? Если объяснять совсем на пальцах, то на биржах можно зарабатывать двумя способами. 1. Купить, чтобы потом подороже продать. Такие операции называют лонгом. 2. Продать акции, которых у инвестора нет. Такие операции называются шорт или короткой продажей. Лонг в переводе с английского означает «длинный», а шорт – «короткий». Эти два термина были заимствованы с фондового и товарного рынка. Итак, что такое лонг или длинная позиция? Лонг или длинная позиция – это биржевая сделка, в ходе которой инвестор покупает актив с целью продать его подороже. Если после открытия сделки актив начинает дорожать, лонг становится прибыльным, если актив дешевеет, то сделка убыточная. Операции лонг традиционно называют «игрой на повышении». Большинство инвесторов, которые покупают ценные бумаги на долго срок, можно назвать «игроками на повышении», поскольку они надеются, что в будущем их активы вырастут в цене. Трейдеры тоже зарабатывают на лонге, поскольку роста активов вовсе не обязательно ждать годами. Пример лонга. Акции Сбербанка в марте 2020 года упали до 174 рублей за штуку, но уже в августе подорожали до 242 рублей. По состоянию на 29 апреля 2021 года одна акция Сбербанка стоила уже 295 рублей. Те, кто приобрели их год назад и ушли в лонг, смогли хорошо заработать. Сделки в лонг, а именно длинные позиции – это традиционные сделки и более простые в понимании. Теперь рассмотрим короткие позиции, а именно операции «шорт». Что такое шорт или короткая позиция? Шорт или короткая позиция – это сделка, целью которой является заработок на снижении стоимости актива, которым инвестор не владеет, а берет в долг у брокера. Схема следующая. Если трейдер полагает, что ценная бумага, криптовалюта или другой финансовый актив в будущем подешевеют, он берет их в долг у своего брокера, затем продает на бирже и ждет падения цены. Когда цена начинает падать, трейдер их выкупает по более низкой цене и возвращает брокеру. Разница между ценой продажи и ценой покупки составляет прибыль трейдера. Советуем также посмотреть подробно видео о том, что значит «шортить на бирже» и как это делать. Пример. Возьмем тот же самый Сбербанк. В августе 2020 года его акции стоили на пике 242 рубля за штуку. Допустим, трейдер посчитал, что скоро бумаги должны упасть в цене. Он берет в долг у брокера 100 акций Сбербанка и продает их на бирже за общую сумму в 24200 рублей. К концу октября того же года бумаги действительно падают – до 200 рублей за акцию. Трейдер выкупает их на бирже за общую сумму 20 тысяч рублей и возвращает эти 100 акций брокеру. Таким образом, он зарабатывает 4200 рублей, при этом не имея собственных акций. Заметьте, что в данном примере не учитывались комиссии за сделки и уплата налогов на прибыль. Такая операция с шортом называется «игрой на понижении». Приведем пример из криптосферы. Проанализировав график на грядущий месяц, вы пришли к выводу, что биткоин упадет в цене на 20%. Вы занимаете на бирже один биткоин по курсу 30 тысяч долларов и продаете его. Затем ждете, пока монета подешевеет до 20 тысяч долларов и выкупаете этот биткоин обратно. Возвращаете биржи и остаетесь с прибылью в 10 тысяч долларов. Это в идеале, хотя на самом деле вы еще заплатите комиссию за сделку, за перевод фиаты и обратно, за пользование кредитным плечом и так далее. Но в любом случае вы получите приличный доход, не потратив при этом ни копейки своих денег. В описании к ролику вы найдете ссылку на биржу, через которого можно купить криптовалюту. Кстати, как купить или продать биткоин мы рассказывали в одном из прошлых роликов. Советуем его посмотреть. Биржевых игроков принято называть быками или медведями, в зависимости от того, какой стратегии они следуют. Играющих на повышение называют быками, а игроков на понижение – медведями. Как совершить сделки Short и Long? Чтобы открыть длинную позицию, нужно иметь на балансе денежную сумму и выбрать в терминале или мобильном приложении ценную бумагу, криптовалюту или другой актив. Затем указать объем сделки, количество и нажать кнопку «Купить». На баланс будет зачислены акции или криптовалюта, а со счета списана сумма денег. Чтобы зафиксировать прибыль, нужно дождаться, пока акции повысятся в цене, и продать их. Короткая позиция открывается не кнопкой «Купить», а кнопкой «Продать». После этого на баланс будут зачислены минусовые лоты. К примеру, не 10 лотов, а минус 10, так как они долговые, а на счет поступят средства с их продажи на бирже. Эти деньги можно будет использовать только для последующего выкупа проданных активов. Если прогноз трейдера не сбудется, и в будущем ценные бумаги увеличатся в цене, то денег на счете не хватит для их выкупа, и ему придется доплачивать свои деньги, чтобы покрыть разницу. Та же логика и на криптовалютных биржах. Кстати, про рынок криптовалют мы рассказывали в прошлом видео. Риски игр на повышение или понижение. Обе эти операции считаются рискованными, но риск по коротким позициям, то есть шортом, выше. Торгуя в лонг, трейдер рискует только теми средствами, что он вложил в надежде на повышение стоимости активов. Прибыль при этом не ограничена, то есть актив может взлететь в десятки, а то и в сотни раз. Особенно это актуально в криптовалютах, так как рынок криптовалют очень волатилен. Самый негативный сценарий для трейдера – это банкротство эмитента или скам криптовалюты, в случае которого трейдер может потерять свои вложения. Торгуя в шорт, трейдер рискует больше. Первое. Во-первых, он берет кредит у брокера и за это оплачивает ежедневную комиссию до тех пор, пока позиция не будет закрыта. Второе. Во-вторых, потенциальная прибыль ограничена ценой актива. Условно, если пакет неких акций стоит 10 тысяч рублей, то трейдер может выиграть максимум 10 тысяч рублей. И то, если компания обанкротится, что случается не так часто. Если же цена начнет повышаться, то трейдер понесет убытки, и чем выше будет подниматься цена, тем больше будут эти убытки. Получается, что при лонге прибыль не ограничена, а вероятный убыток ограничен. А с шортом наоборот. У прибыли есть потолок, а у убытков нет. Выводы. Таким образом, короткие позиции используют в основном трейдеры, и тот, кто имеет четкую стратегию, грамотно проводит технический анализ и готовы к рискам. Подробно про технический анализ мы рассказывали в отдельном ролике. Обязательно посмотрите его. Инвесторы же предпочитают находиться в длинных позициях. А какая стратегия ближе вам? Пишите в комментариях к видеоролику. На этом у нас все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда.Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До новых встреч!